В лирической кинокомедии С экрана исходила энергия неуёмного, жадного до жизни человека, которому казалось подвластно всё. Дело в том, что у меня великолепные данные. Просто отличные. Я могу стать таким артистом, каких вообще никогда не было. Адриано Челентано! Человек-праздник, шутник, балагур, способный на любые самые безумные поступки. Да он просто играет самого себя, говорили про Панкратова-Чёрного, этакого персонажа без комплексов. Взрывной, громкий, слишком громкий. Иногда просто поражаешься, думаю, зачем вот сейчас? Кому это нужен? Буря в стакане. Всё вот вокруг него шевелится, всё куда-то бежит, куда-то торопится. Такой человек-искра. Есть такие характеры национальные, которым всё прощается. Он может быть своим в любой аудитории, среди всех. Это могут быть рабочие, колхозники, он будет свой. Вот взяли тут одного. Сидит передо мной мордоворот. Раз увидишь, на неделю сон отобьёт. Он такой человек публичный, открытый, широкий. Ну вот, рыбосольный, добрый, весёлый. Надень очки! Он на жизнь смотрит очень позитивно, как говорится. В общем, с улыбкой. Ну, улыбайся! Кому? Да никому. А пусть лёгкая улыбка счастливого человека всегда играет на твоих устах. Востребованный, талантливый, популярный. Мешки писем от поклонников. Глядя на вас, хочется жить. Казалось, что в судьбе народного любимца нет места трагедиям и неудачам. Это внешняя беззаботность и умение пренебрегать условностями. И создали миф о Панкратове Чёрном, как о мужчине без комплексов. Мужчине, жизнь которого вовсе не была похожа на вечный праздник. А в своей личной, скрытой от зрителя жизни, он пережил немало драматических моментов. Тайка! Снег выпал! Увидеть такого Панкратова Чёрного – редкая удача. Здесь, под Москвой, на своей даче в Барыбино, он говорит мало. Куда-то пропадает его привычные слова «охотливость». Чай пью здесь, друзей приглашаю. Вот это все, что я делаю. Здесь он наслаждается тишиной и природой. Грустит чаще, чем смеется. Сейчас уже стараюсь прятаться. Хочется помолчать маленько. Я много болтаю. А когда приходят друзья, особенно если друзья приходят в какие-то грустные для себя минуты в своей жизни, то я болтлив настолько, чтобы их отвлечь, развлечь как-то. Хотя сам очень грустный человек. Поэтому стараюсь уединяться. Жена Юлия этому уединению старается не мешать. Хлопочет по хозяйству на маленьком участке. Готовит разные вкусности. Тут она большая мастерица. Жена готовит, да. У нее целая библиотека по кулинарии. Вот иногда удивляет чем-нибудь. Говорит, Саша, сюрприз попробуй. Я говорю, а сама-то пробовала. Нет еще. Для тебя, любимый, да. На мне испытывают всякие блюда. Она меня везде сопровождает, потому что рядом уже нужны, как говорится, заботливые руки женские. Это, пожалуй, первое появление жены Панкратова-Черного на телевидении. До этого времени она избегала любых интервью. Знаешь, я о тебе как начинаю что-то говорить. Дар речи теряется. Он все тот же, Александр Владимирович. Ну, немножко повзрослел. Немножко. Они вместе уже 35 лет. Жизнь не раз испытывала их чувство на прочность. У меня было несколько жен, но Юлька, пожалуй, единственная, да. Потому что я от нее уходил и женился. Как только разводился с очередной женой, Юля возвращалась. Вот. Или я к ней. Вот так вот и жили. Вот. Ну, а сейчас вот мы уже вот недавно, ну, как недавно, года два или три назад зарегистрировали брак. Я никогда его не переделывала. Его воспринимала всегда целиком. Она старалась, старалась, старалась. Бывали моменты, ей казалось, все. Нет сил терпеть его измены. За голой бесконечной кампании, где так влюбленно смотрели на ее Сашу красивые женщины. Вы смогли бы с первым встречным пойти на красе? Это с вами? Предположим. С молодости бурные, но быстротечные романы Панкратова-Черного с красавицами живо обсуждались и однокашниками, и коллегами по работе. Когда появлялся Панкратов, то все девчонки кричали. Панкратов идет, и все закрывали двери, потому что, ну, по молодости был таким лихим парнем. По утру, на зря... Завистники говорили, да он своими усами берет. А был бы без усов. Усами Панкратов черный себя украсил, когда стал студентом театрального училища в городе Горьком, нынешнем Нижнем Новгороде. Панкратов без усов, что кот без усов, я не знаю. Это невозможно себе представить. И действительно, они очень много ему дают. Я думаю, что... Я думаю, что без усов... Он совсем другой был бы. И мне кажется, он потерял бы. Он вообще что-то у него от Михалкова такое есть. Его даже путали, я помню, одно время было, когда он с усами как-то вот его... Никита Сергеевич, он, да я... Панкратов черный. Эти усы и озорной взгляд Панкратова черного замечают многие кинорежиссеры. В конце 80-х, начале 90-х он на вершине популярности. Панкратова черного зрители видят чаще, чем других актеров его поколения. Когда страна переживала глубокий кризис, эти фильмы помогали людям выживать. Его герои вселяли оптимизм и уверенность в том, что все будет хорошо. Он был такой очень веселый, очень какой-то... И полный такой энергии какой-то, очень позитивный, как сейчас говорят. Поймали? Да. Выследили? Выследили. Москва. Ленинградский вокзал. Панкратов черный торопится успеть на свой поезд. Вот он. Вот он. Здрасте. Седьмой у меня. Шестое купе. Какое? Шестое. Шестое. Спасибо. Уже на следующий день он сыграет несколько спектаклей для питерского зрителя. Сейчас вот еду играть спектакль. Давно не играли, значит, повторю слова. С поезда сразу на репетицию. Так. Хребило бы. Слышишь? Да. Давай ложись. Попробуй кровать. Он сходу включается в работу. Забинтованная нога – часть сценического образа в спектакле «Любовь, не картошка». Конечно же, это комедия, где Панкратов черный в своей стихии. Миша, разрывай. А то мне без ноги-то не срубит. Там же нерв такой, там же эмоции захлёстывают иногда. Мы простых людей играем, почти шукшинских. Да, я понимаю, что ты что-то из-за души. Это просто наши родители, наши деревенские жители, которые, ну, вот такие вот, родные всем. На спектаклях с участием Панкратова-Чёрного всегда аншлаг. На сцене весёлый кураж и блеск панкратовского обаяния. Безудержный смех и овации зрителей. Он любит, когда люди смеются. Панкратов-Чёрный любит прогуливаться по Питеру. Этот город для него не чужой. Здесь жил его дед. И выросла мама. В 20-х годах прошлого века они были репрессированы и высланы в Алтайский край. Я хожу по Петербургу, как правило, молчу. Здесь когда-то в детстве бегала мама. Здесь ходил дедушка. Вот бабушка. Александр Панкратов-Чёрный родился 28 июня 1949 года в небольшой деревушке Канёво Алтайского края. Его мама Агриппина Яковлевна надорвалась от тяжёлой работы и родила мальчика до срока – семимесячным. Не жилец парнишка, говорили односельчане. А он выжил. Да всё самое весёлое, что в моей жизни есть, это мне подарил мой край Алтайский. Я когда вспоминаю Алтайский край, мне жить хочется. И когда вот всё-то происходит в жизни такое грустное, трагическое, вот, тоскливое какое-то, вот, я вспоминаю Алтай. Отца своего Александр не помнит. Он умер рано. Фамилия Панкратов досталась ему от отчима. Мама надеялась, что таким образом она защитит сына от клейма политически неблагонадёжного, какими считались дед и она сама. Мой дед с 27-го года находился в ссылке, представляете? У меня все дяди отсидели много. Вот дядя Терентий с Георгием Степановичем Жёновым отсидел очень много лет на Колыме. За шалости от сурового деда ему доставалось крепко. И за стихи тоже. Критик был у меня жёсткий, дедушка. При большевиках, говорит, живём, а он стихоплётством занимается. Лес учись валить, дрова колоть, пилить, землю пахать. Никто и предположить не мог, что спустя годы их бойкий босоногий Санька станет не только знаменитым артистом, но и стихов напишет на несколько книжек. Стихи два-три прослушал, у меня, помню, так мурашки по коже шли. У меня вот рука левый камертонт хороший. Я почувствовал, что не просто так, Саня, не просто там всё у него, на верхах всё, так сказать, так, на этом глазу, но там такая глубина и столько там прослоек, таких слоений, наслоений, что я просто был в шоке. Существование земное, дорога вверх, дорога вниз, в душе тревога, сердце ноет, и мысли с чувствами сплелись. Откуда там вот этот талант, откуда он приходит, это одному Богу известно, он такой настоящий вот русское дарование, самородок. В жизни Панкратова-Чёрного был момент, когда он стоял перед выбором – стать поэтом или продолжить карьеру артиста. Печальные воспоминания детства пронзительно отзываются в одной из самых лучших ролей Панкратова-Чёрного – дворника Коли, оставшегося без ноги. В фильме режиссёра Владимира Наумова «Десять лет без права переписки» зрители увидели совсем другого Панкратова-Чёрного, не похожего на его привычных героев. Таких ролей у артиста немного, но они самые любимые. Там щемящая боль и печаль, глубина и совсем другой диапазон. Он может быть разным, он разным уже, он скорее трагикомический артист. Такого уровня артисты, которые вроде как, они смешны, но они и очень пронзительные, и трогательные, и в этом есть какая-то трагедия. Мама Александра мечтала, чтобы сын стал военным. И тогда жизнь будет обеспеченной. Санка, иди в военное, военным быть выгодно. Кормёжка казённая, одёжка казённая. А потом на себя посмотри, ты же у меня страшненький. А за офицерами всегда симпатичные девчонки ухлёстывают. Глядишь, у тебя жена будет красавица. Так что аргументы у мамы были очень веские. Но у Саши была совсем другая мечта – снимать кино. Не сниматься, а именно снимать. В этом справочнике для сельского киномеханика прочитал, что кино делают кинорежиссёры, а в основном работают с артистами. Ну, я подумал, значит, надо сначала артистом стать, значит, а потом идти уже в режиссёры-то. Вот поэтому в артисты намылился. Если бы он знал тогда, сколько страданий принесёт ему его детская мечта. Но это будет потом. А тогда Александр тайно от матери уехал из дома и зайцем проехал полстраны на верхней полке плацкартного вагона. Почти не спал и всё время в окно смотрел, а лифтамбур выходил, потому что я впервые видел эти просторы, эту Россию, эти города. Он блестяще сдал экзамены и поступил в Горьковское театральное училище. Так читал басни Крылова, что экзаменационная комиссия умирала с осмеху. Ну и на какие роли ты можешь претендовать? Ну, на героев-любовников. Хо-хо-хо-хо, анекдот. Почему? А-ха-ха, попались-я. В актёрах он задержался недолго. Через два года службы в Пентинском драмтеатре Панкратов перебирается в Москву и с первого же раза поступает во ВГИК на режиссёрский факультет. А конкурс – 200 человек на место. Мечта детства стала реальностью. 1974 год. Студента третьего курса в ГИКа Панкратова приглашает уже известный режиссёр Андрей Кончаловский работать на фильме «Сибириада» ассистентом по реквизиту. Самое трогательное, что я помню о Саше, что он был всегда готов на всё. Саше дай чашку чая, или Саше пойдём куда-то, или он на всё-всё всегда был готов. Шустрый ассистент быстро стал любимцем всей съёмочной группы. Его смешные истории слушали с открытыми ртами. Такие люди могут быть очень надёжными. Они просто являются очень часто душой компании. Тот, который заражает хорошим настроением. Это талант. Он в этом смысле заразный. Сашка заразный. Хохмели там, хулиганили. Вот. И Андрей Кончаловский смотрел, говорит, Саня, да ты, говорит, актёр. Я говорю, конечно, актёр, то всё. Он говорит, о, надо подумать. И вот он придумал этого Сашку Верхового на Нефтяной. Так ассистент по реквизиту Панкратов завоевал право сниматься в этом фильме. По сценарию его герой должен быть с бритой головой. Панкратов категорически отказывался расставаться с Шевелюрой. А мы в это время, я, Михалков, Адабаш и я, в ресторане, в Твери, и друг побрить. Я говорю, да ты что. Группу поразил поступок режиссёра Кончаловского. Он решил побриться сам вместе с Панкратовым. И вот мы сидели рядом на табуретках. Я говорю, так, значит, чите с него. Потому что я думал, вдруг обманет. И вот мы сидим с Андроном. Вся группа хохочет, знаете, режиссёр-постановщик, и актёры вот такого эпизода сидят, бреются наголо. Первая роль в кино для Панкратова-Чёрного могла стать последней. Сцена пожара в фильме «Сибириада» едва не закончилась для него трагически. По сценарию персонаж Никита Михалкова должен был краном поднять рухнувшую вышку. Спасал работягу, которого играл Александр. Никита долго не мог крылком это подцепить вышку, чтобы поднять, понимаете, вот. Потому что пламя как полыхнуло, и он на репетиции-то всё нормально. А меня придавили по-настоящему этой вышкой-то. Вся группа металась в ужасе. Предчувствуя недоброе, Александр перед съёмкой этой сцены сообразил намочить в луже валенки. Меня выдернули, значит, отыграли, а Андрон у камеры сидит, плачет. И говорит, ну гениально, артист, ну как играет, ну как, какая правда жизни, представляете. А я вырвался, когда меня за камеру заточили, и бегом, бегу к этой луже, где валенки там мочил, потому что ноги кипят. Прибегаю, лужи нет, она испарилась от этого пламени, представляете. Предлагаю выпить за талантливых и удачливых. В конечном счёте от них всем нам польза. Они талантливые и неудачники, пусть грызут гранит науки. Съёмки в кино позволили неплохо заработать, но деньги у Александра никогда не задерживались. Он любил щедро угостить многочисленных приятелей. Большой компанией обычно отправлялись в ресторан дома кино. Ну что, что? Погуляем с дачи. Панкратову надо памятник, золотой бюст поставить, потому что он там столько потратил, я не знаю, там, наверное, можно пять таких ресторанов было за это время построить. Он бы, наверное, миллионером был. Если бы учёшь, он потратил в ресторане дом и кино, или хотя бы часть он не потратил, по-моему. Но зато он, как говорится, погулял. Я танцевать хочу, я танцевать хочу. Вот один из тех вот людей, который весело умеет выпивать. И вообще вот этот застолье – это праздник для него всегда. И он сам человек праздник. И когда он в компании находится, и это застолье, то, конечно, он центр внимания, он тамада, он развлекает, веселит, он участвует, он главный на этом празднике. И, собственно, и делает этот праздник. Кстати, давайте за здоровье. Загулы были такие, что друзья грустно шутили. Он, поднимая трюмку десятого, оставит на стол двадцатого. Но никогда в ущерб работе. Вы же с профессионалом разговариваете? Да, поэтому попрошу без лишних реверансов. Всегда он был очень дисциплинирован. Никогда он, кстати, не выпивал у меня на съемках. Сажа был в свое время, конечно, совершенно какой-то несгибаемый. Его ничего не брало. В нем была живучесть вот такого алтайского мужика. Ну ладно, здоров, сибирячок. До свидания. Он нравится, потому что людям и женщинам, может быть, не хватает вот этого, какого-то при этой сложной жизни, которой мы живем, не хватает куража, не хватает радостного какого-то такого существования. Плавать толком не могу. Чего-чего, а куража у Панкратова-Черного хватало на самые рискованные любовные приключения. И никаких комплексов. Он слыл безудержным ловеласом. Идемте к нам! Мы здесь рядом живем. Обслушайтесь, согрейтесь, чаю попьем. Да ради такого дела я бы в прорубь сиганул. Но он в городе Тверь залез на пятый этаж по водосточной трубе, чтобы попасть в какую-то комнату, где находилась представительница прекрасного пола. Я не могу себе представить нормального человека, который это делает. Хотя, конечно, я бы никогда не смог залезть. Просто я бы испугался и сказал, лучше я внизу подожду. Он нравился всегда женщинам. У меня темперамента! И вообще! Он не красавец, но хорош собой. Вот. Что верно, то верно. Супермен. Женщины чувствуют доброту, вот эту энергию и доброжелательность. Сударыня, не имею чести быть представленным вам, но Финтихлюкнул бы вас с удовольствием. Рассо! Я замечал, обращал внимание, как на него смотрят женщины, как они, так сказать, как у них глаз становится томным. Да я вообще влюбчивый мужик, да? А как без любви-то жить? Творческому человеку, да без любви, это же все, господи. Стреляться надо. Боитесь? Нет. Я ничего не боюсь. Ну так стреляйте, норобейте. Вот венечек. Ну это, это жена покупает где-то на рынке. Я обычно у бабушек покупаю на базарчике. Вот это вот душевая, а это вот спорная. Привезти гостя в баню – это непременный ритуал хозяина дома. Баня – часть его здорового образа жизни и предмет гордости. Баню подарили любимому артисту геологи из поселка Торкисале на Ямале. Приехал к геологам, они меня попарили в баню, я похвалил их баню. Я говорю, какая у вас баня хорошая? А зима была, февраль. Вот, ну, мужики сидят, значит, говорят, говорит, Васильевич, а у тебя какая баня? Я говорю, а у меня нет бани. Как? У тебя нет бани? Да. Будет. Панкратов черный по-прежнему любит дружеские компании, веселые застолья. Но огорячительные напитки уже не в почете. Сегодня на столе чай, торт и фрукты. В прошлом остались безудержные попойки, несколько инфарктов, борьба родных и близких за Александра. Он раз бросил, там, второй, потом все-таки продолжал, а тут позвонил звоночек, он понял, что не надо. И, конечно, спасибо Юльке, а Юльке она убедила и тоже решила серьезно, как-то, так сказать, вот, решить эту проблему, а он ее очень слушает. Со своей будущей женой Панкратов черный познакомился во ВГИКе, где оба учились. Юлия Монахова была студенткой киноведческого факультета. Друзьям Саша сказал, вот, наконец-то, моя настоящая любовь, добивался долго. Он очень выделялся среди всех, хотя у него был один единственный пиджак, твидовый, как сейчас помню, но он очень элегантно выглядел в этом пиджаке, в своих роговых очках. Мы познакомились, он читал, целый вечер читал мне свои стихи. Но отец Юлии был категорически против выбора дочери. Известный кинооператор Владимир Монахов, снявший знаковые фильмы «Высота. Судьба человека», считал, что нищий провинциал со шлейфом сплетен о любовных похождениях, не достоин руки его дочери. В общем, никудышный жених для девушки из приличной семьи. Наша любовь обречена. Почему? Олег, ты из-за родителей, что ли? Да я их слушать не буду. Нет. Я человек старой формации, против воли родителей не пойду. Ну... Лучше сразу разрубить узел. Он подумал, что я карьеру делаю, что на его дочке женюсь. Он же лауреат Ленинской премии, там то сё. Говорит, казачок, хорошо карьеру начинаешь. Я говорю, да пошёл ты там. Хлопнул дверью и ушёл. Юля собрала чемодан, ушла из дома. Юля ушла за ним. И как они мыкались, и не было жилья, и они снимали. И всё, они прожили, и прошли путь сложный. Помирился с именитым тестем Панкратов-Чёрный только в 80-м году, когда у Юлии и Александра родился сын. Назвали его Владимиром в честь отца Юлии. Я ему позвонил где-то в полпятого утра. Я говорю, Владимир Васильевич, это Панкратов. Ты что там, ля-ля-ля-та-паля, в такое время звонишь? Я говорю, да, внук у вас родился и бросил трубку. И вдруг звонок телефона. Я беру трубку, говорю, да? Ты что сказал там это? Внук у меня всё утром жду. И тоже бросил трубку. И вот помирились. Потом я приехал, он уже бегает в трусах, уже что-то жарит, варит, бутылочка в морозилочке. Он так мечтал о внуке. В 1976 году Александр Панкратов с отличием заканчивает в ГИК и приходит работать режиссёром на мусфильм. Планы были грандиозные. Но проблемы начались уже на первой картине «Взрослый сын». Коллегам она понравилась. Андрей Кончаловский увидел её ещё в монтажной. Посмотрел и говорит, Саша, поздравляю. Для дебюта, говорит, это достойная работа. Я, например, считаю, что у него очень высокий дар режиссёрский. А вот начальству фильм Панкратова категорически не понравился. Здравствуйте. Молодёжь у этого режиссёра какая-то не советская, огласил приговор зампред Госкино СССР Борис Павлёнок. Что они нас выбирают по рукам, по ногам? Мы такие же свободные личности. Уже три раза я её сдаю в Госкино, всё, иду на компромисс, вырезаю это, это, это. Потом говорят, нет, ещё вот это вырезать. Тут я уже, ну всё, уже просто думаю, это уже надо взять плёнку и вдоль просто разрезать, и картины не будет. У Саши были достаточно сложные проекты, которые к тому времени подвергались серьёзной цензуре и переделкам. Ему приходилось отстаивать какие-то свои вещи, и часто не получалось это сделать. Фильм всё-таки выпустили на экран, но после двух-трёх дней проката положили на полку. Эта история стоила 27-летнему режиссёру первого инфаркта. В тот день он был в гостях у актрисы Елены Кореневой. Все веселились. Но вечный заводил Александр Панкратов даже не прикоснулся к рюмке. А я на табуреточке сидел. И Ленка тоже говорит, Саша, пересядь. Встаю, и всё, и больше ничего не помню. Уже очнулся, лежу на кровати. И хорошо, у Леночки сосед был доктор медицинских наук или кандидат наук. Сразу оказали помощь, всё. И потом провелся, оказывается, вот это был первый мой микроинфаркт. После скандала с Госкино Александр несколько лет перебивался на Мосфильме случайными заработками. Ни работы, ни своего угла. И изматывали безденежье, полуголодная жизнь. Он всё чаще говорил себе, «Видно, такая у меня судьба – умереть под забором». После расправы над своим первым фильмом в компании киношников Панкратов назвал Павлёнка подлёнком. Высокому чиновнику об этом, конечно, донесли. Павлёнок в ярости крикнул. Но вот и будет у этого чёрного чёрная судьба. Это стоило Александру нескольких лет отлучения от режиссуры. Вы, как-никак, в кино снимались. О, в трёх картинах. Почему в трёх? В семи. Четыре просто не вышли до экрана. Вот я уверен, что сердце надорвало не потому, что тяжёлые условия были в работе, там, в жизни, а вот то, что без работы сидишь. Вот это для творческого человека – это каторга, это самоубийство. Именно в этот период у него появилась известная теперь всем двойная фамилия – Панкратов Чёрный. Хотя изначально с перипетиями судьбы это связи не имело. Тогда в кино был ещё один Панкратов. И тоже Александр. Чёрный, потому что я брюнет, а мой однофамильец вражату уходящий такой, светлый, шатенистый. В Карловаро на фестиваль поехал мой однофамильец, Саша. Опубликовали в журнале его портрет, а фильм и биографию мою. А чиновникам не понравилось, да, они говорят, меняй фамилию. Решили так. Блондин – это Панкратов Белый, брюнет – Панкратов Чёрный. С тех пор Александр Васильевич и носит двойную фамилию. И тот довольно легко согласился на Чёрного. Смешно, но я бы, мне кажется, это было предметом серьезного переживания. Всё-таки смена фамилии, но он стал Панкратов Чёрным. Фамилия ваша как? Челентано. Ирина Павловна? Да. Тут к вам Челентано идёт. Кто? Челентано. Какой ещё Челентано? Адриан. В 1982 году режиссёру Александру Панкратову Чёрному закрывают вторую картину. И опять стараниями Госкино. Там уже политически были обвинения, это по охождению графа Невзору по Алексею Толстому. Там меня обвинили, что я из подворотни на Октябрьскую революцию поглядел. Счастливое спасение пришло неожиданно. Начало 80-х. На экраны страны выходит музыкальная комедия «Мы из джаза». Успех фильма невероятный. Первая большая роль тогда никому неизвестного артиста Александра Панкратова Чёрного. «А я не уберу свой чемоданчик! А я не уберу свой чемоданчик! А я не уберу! А я не уберу! А я не уберу свой чемоданчик!» Несколько проб сделали. И он действительно был удивительно достоверный, удивительно забавный, удивительно какой-то живой. Шёл на риск, конечно, он страшный, потому что я не музыкальный человек, играть музыканты. Я тебя всегда считал, что джаз – перспективное дело. Спасибо. Съёмки для молодых актёров проходили как праздник. Он работал всё очень легко и хорошо. Стёпик, Жорж, мальчики мои, вы ли это? Саша очень общительный человек. Он настолько коммуникабелен в любой ситуации с любым человеком, что с ним нет проблем. С ним можно говорить о серьёзных вещах, тут же хихикать и всё остальное. Эта лёгкость в кадре Панкратову чёрному давалась путём тяжелейших усилий. У него нет никаких музыкальных способностей. Просто они, просто ноль. У него нету слуха напрочь, у него ничего нет. Его партнёр по картине, совсем ещё юный артист Игорь Скляр, был исключительно музыкален. А Лариса Долина вообще профессиональная певица. Панкратов в этой роли прыгнул выше головы. Он, естественно, никогда не играл на банджо, ни с большим трудом разучивал степ, чечётку по-русски. Но, однако, когда вы видите это на экране, это выглядит почти профессионально. Он находил такие краски интересные в своей роли, это было очень смешно. Во время съёмок мы просто хохотали, как безумно. А, пир! Ну! Гуд, хорошо! Конечно, хорошо! Карен Шахназаров, режиссёр этой картины, он не запрещал импровизировать в кадре. Поэтому актёры иногда отходили от сценария. Но Саша Панкратов-Чёрный, как мне кажется, он вообще всегда импровизирует. Это сходячая импровизация вообще человека. Как говорит Александр Васильевич, это самая трудная роль в его актёрской судьбе. Ещё была внутренняя какая-то тревога. Карена подвести неудобно. И вот я говорю, что сердцем-то стало, потому что напряжение было страшное. Оказалось, Панкратов-Чёрный перенёс на ногах второй инфаркт. Он продолжал работать, превозмогая боли в груди. Только весёлый нрав спасал Панкратова-Чёрного в самых страшных ситуациях. Вот он не загружает, никого не загружает в свои проблемы, а видит, что всё непросто. Всё, конечно, непросто. А внешне, да, это вот балагур, староумный парень. Ещё одна звёздная роль Панкратова-Чёрного в картине Карена Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх». Хотя поначалу режиссёр рассчитывал на Игоря Скляра, но его не отпустили в театре. Работа снова потребовала от Александра полной отдачи сил. И он готов был идти на любые жертвы ради любимой профессии. Почему носком не бьёшь? Поднимай, носок выше. Не поднимается мне носок. Почему? У меня нога в двух местах сломана. Он овладел какими-то, в общем, основами степ-танца, чечётки. И это он добился путём совершенно дикого труда. Вот просто дикого, вот такого вот просто изнуряющего. Он вот репетировал, мы ему брали репетиторов. Как же я тебя научу такого? Значит, вы считаете, что нельзя научить? Ух, и козла можно научить на барабане играть. Нам можно так учить. Это он добился вот таким совершенно зверским трудом каким-то. Вот вам, Саша. Сегодня Александр и его жена Юлия неустанно повторяют, что вместе прожили 35 лет. Как будто не было его измен, ухода из семьи, женить бы на других. То, что семья сохранилась, без всякого сомнения, заслуга его жены. Ну, она вот как-то была настолько мудра и по сегодняшний день, что она сохранила семью, потому что это она сохранила. Она, безусловно, как мудрая, как умная, как любящая женщина. Я вижу, какая у них, знаете, вот такая долгая-долгая любовь нежная. Вот она замечательная. Это Юлька, красавица у него. Юлии даже не пришлось его прощать. Она любила Александра всю жизнь. И эта любовь преодолела все преграды. Конечно, простила. Ну, вообще, он со мной был всегда. Да, вот так вот. И потом женщин много, а я... Да, скромно. От нее же никуда не денешься, понимаешь? Да. Это то, это судьба. Судьба, да, да. Ну, не переживай, не переживай. Эти два любящих человека до сих пор открывают себя друг другу. Самое главное – это он в моей жизни, безусловно. Это моя судьба. Я это почувствовала, что я должна быть рядом. Вот я почувствовала вот это. Я должна быть рядом, несмотря ни на что. И поддерживать вот этот огонь, который у него есть, он никогда не угасал. Все, кто знает Александра Васильевича, единодушно отмечают. Сострадание, готовность поддержать человека в трудную минуту в характере Панкратова-Черного. Это вот такой человек, как я их называю, люди-спасатели. Им без разницы, в каком ранге, так сказать, они не заинтересованы только, чтобы выгоду для себя какую-то сделать. Он может последний просто отдать, вот так вот. Есть деньги, он отдаст. Я был свидетель таких вещей. Это вот такое. Люди-спасатели, в хорошем смысле слова, они идут всегда на помощь. Вот ночь-полночь позвони, он может приехать. Когда вот у меня недавно была очень тяжелая травма, я не ходила полгода. Вот более внимательного, заботливого человека. Стоило, наверное, это пережить, чтобы это так проявилось. Сегодня он наслаждается счастьем рядом с любимой женой, мечтает о внуках, пишет новые стихи. Радуется тому, мимо чего мужчина без комплексов Александр Панкратов-Черный пробегал большую часть жизни, которую оставил в прошлом. Ну, давай, 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 махай, Монахова. Приезжайте. Да. На новую дальше. Давайте, да, да, да. Ну, все, пока, пока. Все, пока. Счастливо. Счастливо.